Зашедшие вчера в студию Яндекс.Зен люди были немного удивлены. Некоторые приятно удивлены, некоторые не очень удивлены. Тем не менее, Дзен вдруг изменился. Причем изменился довольно сильно. Об этом мы сегодня и поговорим. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Ну а пока мы не перешли к Дзен, я хочу вам порекомендовать один канал на Ютубе. Канал одного моего хорошего товарища Максима Захарова. Максим активно ведет свой канал на Яндекс.Зене и не так давно решил завести еще и канал на Ютубе. Недавно Максим набрал первую тысячу подписчиков и получил монетизацию. Контент у него и на Дзене, и на Ютубе про путешествия. Я думаю, многим будет полезно и интересно. Некоторые видео очень хорошо зашли, ну то есть тут есть видео на 109 тысяч просмотров про Владивосток. Есть и другие уникальные видео, конечно их пока что на канале не так много, но со временем станет больше. Самое интересное, что Максим все свои видео снимает на iPhone. Так что контент еще и будет полезен тем, кто говорит, что для хорошего Ютуб-канала нужно классное оборудование. На самом деле нет, и Максим это прекрасно доказывает. В общем подписывайтесь на его канал, смотрите и наслаждайтесь. Нельзя сказать, что изменения были прям фундаментальные, но личный кабинет, тот кабинет, в котором мы привыкли с вами работать, вдруг изменился до неузнаваемости. Что там изменилось? Что мне сразу бросилось в глаза, это то, что на главной странице блоки стали намного меньше, что было не очень удобно. То есть приходилось искать, выискивать. Естественно, что нашему мозгу не очень нравится, когда без нашего ведома все переставляют, ну то есть когда переставили не мы, а мы это пространство уже воспринимаем как свое рабочее, а тут кто-то взял и вмешался. Ну да ладно, мелкие блоки были не очень приятны, скажем так. Но это потому что Дзен добавил какие-то дополнительные параметры, которые посчитал важными. Как я уже сказал, многим это не понравилось, но кому-то опять же понравилось. Что я могу сказать про себя? Мне на самом деле сперва не очень понравилось то, что произошло, по одной простой причине. Во-первых, лента с публикациями стала не такой удобной, мне стало тяжелее отыскивать нужные мне статьи. А во-вторых, при попытке опубликовать публикацию, простите за тавтологию, у меня стала возникать ошибка. То есть я нажимаю опубликовать, а окно просто исчезает, и все. Публикация не появляется в ленте. Я так проделал несколько раз, оказалось, там нужно обновить просто страницу, либо перезайти на канал. Но было не очень удобно, я даже успел написать техподдержку. Потом, правда, после нескольких обновлений страницы разобрался, все стало на свои места, но так произошло и на другом канале. Что меня немножко раздражало, ну да ладно. Теперь все нормально публикуется. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Но у многих были и другие претензии к дзен-кабинету. Давайте же посмотрим, как он теперь выглядит. Ну вот так теперь у нас выглядит дзен-студия. Что у нас здесь есть интересного? Ну вот верхняя колонка, она примерно такая же, ну то есть отображает примерно те же параметры, что и были раньше. Давайте посмотрим, ну то есть аудитория 169 тысяч. Довольно низкая у меня аудитория на данный момент, потому что статьи очень редко выпускаю. Выпускайте статьи чаще, если хотите большую аудиторию. Что дальше? Подписчики. Здесь у меня 32 125, здесь отображается баланс, бонусные показы у меня накопилось целых 558 191. Я думаю, надо их использовать на последние статьи, которые у меня не очень много получили охват. Ну потому что, что они просто так копятся, можно их куда-то вот уже приспособить, скажем так. Это ладно, эти параметры у нас и так отображались в старом кабинете, с ними все в принципе ясно. Что у нас нового? Вторая колонка статистика канала. Здесь у нас показан довольно ограниченный период, то есть за 30 дней и показано с каких дат, с 21 июля по 19 августа. Раньше для этого нужно было перейти в метрику. В принципе и сейчас можно перейти в метрику, нужно нажать подробная статистика, он нас перебросит в просто статистику, и из нее там как обычно просто переходим в саму метрику. Но базовые параметры, которые нам в принципе в основном и нужны, они здесь уже отображаются. То есть что мы можем посмотреть? Дочитывание и просмотры за месяц, и когда мы наводим на какую-то параметру, нам открывается более подробная информация, то есть вот дочитывание и просмотры. Мы видим, что вот в сравнении с периодом 21 июня по 20 июля, у меня стало на 183723 меньше этих самых дочитываний и просмотров, то есть их было раньше где-то 400 с лишним тысяч. То же самое у меня с показами просели, чуть ли не в два раза. Ну такое проседание обусловлено тем, что, как я уже говорил, я редко статьи на этот канал выпускаю, сейчас в основном на пульсе. Ну надо раскручивать этот канал заново, ладно. Помимо показов у нас еще есть общее время просмотра, ну и новые подписчики за месяц. Тут с подписчиками как бы не так много я потерял, за этот месяц меньше на 84 подписчика. Вот, ну то есть довольно полезная вот эта графа, хорошо, что ее добавили на мой взгляд. Она как-то лучше помогает отслеживать динамику канала, то как он развивается, либо деградирует, как у меня на данный момент. Помимо этого, здесь добавлены последние публикации. И вот тут вот спорный вопрос, потому что вроде как, ну ладно, последние публикации, пусть они здесь отображаются. Но если перейти, скажем, на саму вкладку публикации, ну давайте какой-нибудь другой канал откроем, вот давайте основной канал мой посмотрим. Вот вкладка публикации. И мне здесь не очень нравится, что они стали вот так вот в ряд отображаться. Это, на мой взгляд, не очень удобно, то есть непонятно, что здесь за статьи. Когда было разделено вот такой вот сеточкой, на мой взгляд, было как-то попроще, поинтересней. Вот, ну это ладно, это на любителя Что у нас еще здесь есть? Еще у нас здесь есть комментарии То есть справа у нас отображаются комментарии И в самые последние комментарии люди здесь у нас, как обычно, ругаются Вообще, по словам самого Яндекс.Ден, это не финальная версия творческой студии Из того, что они уже анонсировали, будет раздел управления этими самыми комментариями На данный момент хорошо, на мой взгляд, что они вот здесь вот вообще появились И это стало немного удобнее То есть заходить в каждую статью и смотреть, что там откомментировали Это было не очень удобно Здесь, конечно, у нас комментарии по всем вообще статьям Но если сделают удобный раздел управления комментариями То есть там неотвеченные комментарии, последние за какой-то период Может быть еще какие-то интересные параметры добавят То, на мой взгляд, будет намного удобнее общаться со своими подписчиками Потому что, ну вот, я вот не всегда успеваю, не всегда могу это сделать Но, в принципе, если вам данная творческая студия, вернее, Дзен-студия не по душе То вы можете на данный момент вернуться к старой версии То есть для этого нужно щелкнуть по значку своего канала И нажать старая версия Дзен-студии И все Вам пока будут показывать старую версию Но это, видимо, до тех пор, пока они ее не допилят, не доделают до самого конца Потом, по всей видимости, вернуться назад уже будет нельзя Но я думаю, у нас с вами много времени И если кому-то не нравится, то, пожалуйста, вот, переходите на старую На мой взгляд, стало более информативно, но при этом чуть менее удобно Чуть менее удобно Почему? Возможно, потому что я привык просто к старому личному кабинету И со временем я привыкну к этому И будет нормально Но единственное, о чем я уже сказал И что бы хотел донести до Яндекс.Дзена Верните, пожалуйста, старый раздел публикаций То есть, чтобы я мог переходить в публикацию И они опять отображались вот так вот Горизонтально друг за другом А не так, как вы сделали вертикально Ну, потому что я по картинкам как-то я визуал Да и большинство людей визуалы И по картинкам им проще ориентироваться по публикациям, которые они уже опубликовали Чем по надписям В надписи нужно вчитываться На картинку смотришь, которую ты разместил И сразу вспоминаешь, о чем была твоя статья Странно, что в Яндекс.Дзен об этом не знают На мой взгляд, это довольно простая и общеизвестная истина Я даже сейчас, когда пролистываю эту новую ленту с публикациями Все равно не читаю надписи А смотрю на картинки, которые там размещены Мне так проще вспоминать Да я думаю, большинство из вас тоже Другое дело, на каналах, которые используют картинки из интернета Это будет не так работать Потому что картинка совсем не ваша Да и то ассоциативная память даст о себе знать И человек также начнет ориентироваться по изображениям Не, может я ошибаюсь Ну если ошибаюсь, можете написать в комментариях, что у вас не так Я конечно могу вернуться к старой версии творческого кабинета Но я хочу пока пообвыкнуть к этой Ну плюс какая-то информация действительно там стала ценной И полностью возвращаться к старой версии Я не хочу, вот если они совместят Как-то будет прикольно Ну в общем, как они уже сказали Они будут это дорабатывать Посмотрим, что у них получится Изменения на самом деле всегда лучше, чем застой Даже если они не всегда позитивные Вот А тут нас коснулись только пока что визуальные изменения Посмотрим, что будет дальше А у меня на этом все Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на инстаграм Также я решил ввести свою страницу на бусте Она у меня давно была заведена Просто я не особо там что-то публиковал Теперь буду публиковать какие-то полезные советы Какие-то свои наблюдения В общем ссылка в описании Подписывайтесь Все, до новых встреч, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok